24 апреля на Медногорском медно-серном комбинате произошла трагедия. 24-летнего рабочего отца троих детей Дениса Отвалова убило обрушившимися конструкциями цеха. На поминках погибшего 1 мая образовался стихийный митинг, где его коллеги открыто говорили о бесчеловечных условиях труда на комбинате. Нагрузка увеличивается на людей. Условия труда невыносимые, адские. Люди просто не могут выдержать такого. Люди дышат своими лёгкими, дают три комплекта на 18 смен. Человеку этот комплект, этот фильтров хватает на час. Рабочие сами потребовали, давайте производить видеосъёмку. Потом уже город узнал по факту, что это уже произошло. Они сказали, что же вы нам не сказали, мы бы все вышли вас поддержать, все. Рабочие медиплавильного цеха заявили, что смерть Дениса Отвалова уже третья за последнее время. Однако контролирующие органы закрывают на это глаза. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины аварии, из-за которой погиб загрузчик шихты. Представители комбината оказывают полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Коллектив металлургов взял на себя организацию похорон, оказал материальную поддержку семье. Мы не оставим их без внимания и в дальнейшем. Зам. директора комбината Татьяна Веденеева не ответила на жалобы рабочих о невыносимых условиях труда, сославшись на то, что неуполномочена говорить об этом. С нашей съёмочной группой пообщались несколько рабочих. Но ни они, ни их коллеги не были готовы давать интервью на камеру из-за страха увольнения или давления со стороны руководства. Проезжал территорию медно-сервного комбината, оттуда где-то в четвёртом часу выезжал кортеж Лексусов. Кто-то говорит, что приезжал Казицын, Яровой, ещё кто-то. Задавят или нет это? Как выдержат сами все рабочие, работники вот это? И что произойдёт дальше, не знаю. И этого задавило так же. Это уже не первый случай. Да, на брикетный. Да, да, да. Там тоже случай произошёл. А здесь что-то они решили замять. Вот так вот. Как построили там вот эти бункеты, так они и стоят. У меня сынок там работает. Вам страшно сейчас отпускать своего сына, зная, что там такие? Говорю, ты никуда не лазь. Он говорит, ты куда я полезу? Любой цех возьми. Раньше работали у нас по 6 часов, 4 смены. Все вредные цеха, а сейчас? Разве там можно 12 часов работать? Металлургия, он получает копейки, и сколько вот у нас людей умирают. Работяг жалко. Просто работяг. Потому что мужики хотят... Все люди, кто там работает, они идут детей кормить, а они идут как на войну. Сейчас на медно-серном комбинате по разным данным работают от 1000 до 1200 человек. Раньше, по словам старожил, на предприятия стремились попасть, так как условия и оплата труда были достойными. Сейчас же люди не уходят, потому что просто некуда. Давление и бесчеловечные отношения со стороны руководства испытывают большинство сотрудников комбината, считает Александр Дорохов. Три-четыре человека, шехтовщик, все. Раньше было, вот когда я пришел туда, там было по 13-14 человек. Работали по 8 часов, был отличный график. Три дня работаешь, два дня отдыхаешь. Сейчас по 12 часов. Это изнурительный труд. Человек, если работает по 12 часов, он, естественно, становится как зомби. Детельность притупляется при таком графике работы. Если кто-то в Оренбург поехал на выявление там про заболевание, начинает этого человека щемить. Прям команду дают вот этого товарища, чтобы ты наказал в этом месяце. И давай его щемить. Не накажешь, будем тебя наказывать. И много таких вот повыгоняли людей. Сейчас у рабочего тариф и 60% премии от тарифа. Естественно, считаю, они живут на том тарифе, потому что премию наказывают всех. По словам экс-работников металлургического цеха медно-серного комбината, трагедии на производстве никто не ждет. Однако оборудование изношено до предела, что создает смертельную опасность для сотрудников. Вероятно, это и стало причиной обрушения бункера на 24-летнего загрузчика шихты. Сейчас работает на износ. Пока вот не свалится, развалится, слесаря, отработали смену, все, ушли домой. Часа в два-три приезжает вахтовка, подъем, там авария, все, поехали работать. Оборудование ремонтируют надо всегда согласно графику ППР и всему прочему, всем документам. Здание, сооружение и оборудование. Несмотря на тех, по-моему, план. Сейчас, получается, оно не ремонтируется согласно планам? Конечно. Ну, раз упали. У ГМК это мощная организация такая, у них все свое. Это государство государственное. Отметим, что около 80 металлургов собрали подписи за отставку директора медно-серного комбината Андрея Ибрагимова. После стихийного митинга рабочих медиплавильного цеха губернатор области пообещал встретиться с коллективом и руководством предприятия. Однако, по данным на 5 мая, Денис Паслер в Медногорск так и не приехал. Сейчас горожане находятся в ожидании, изменится ли ситуация на медно-серном комбинате к лучшему или невыносимые условия труда, и давление со стороны руководства никуда не исчезнут. Отметим, что следком России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда на комбинате. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование гибели медногорского рабочего. Анастасия Клёсова, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ.